Виктория Буханцева Памятная дата – 27 лет со дня вывода войск из Афганистана. Как поздравляли ветеранов. Страсти на льду. Аким города нападающий, гости из Караганды в обороне. В городе прошел хоккейный матч. Чем завершилась дружеская встреча? Прокатились с огоньком. В выходные на улице Кадыржанова столкнулись две машины. Одна загорелась. Потушить ее удалось только силами специалистов. Покореженная и выгоревшая наполовину авто теперь вряд ли удастся восстановить. Подробности у наших корреспондентов. Суббота около 4 часов дня. Черная Тойота на большой скорости летит по улице Кадыржанова. На повороте на микрорайон Мухамеджанова стоит золотистая иномарка. Маневр автомобиль так и не завершил. Сзади в него влетел тот самый гонщик. От удара одну машину развернула в противоположную сторону, вторую отбросила на тротуар. Пассажиров авто не было. Они ехали с трассы. На мосте вообще обгон запрещен. Там 40 км в час они несли 150-120. И мы вот тоже так, как лобовое чуть-чуть нас спас. Вот мы сюда доехали, здесь все-таки разбились. Оказалось, что и это еще не конец экстремального заезда. После столкновения черный нарушитель сначала задымил, а потом загорелся. Владелицы и очевидцы пытались потушить огонь самостоятельно. Но справиться с пламенем удалось только специалистам. По прибытию установлено горение одного автомобиля в результате происшедшего ДТП. В 16.10 подали один ствол пурга, в 16.12 локализация и в 16.20 полнейшая ликвидация пожара. Пострадавших в результате ДТП не было. Человеческих жертв, к счастью, сбежать удалось. А вот техника изрядно пострадала. По словам свидетелей, водитель Тойоты был нетрезвым. Также, по некоторым данным, за другие нарушения его и вовсе лишили прав. Если вся эта информация подтвердится официально, гонщика ждет уголовное наказание. В противном случае – административное. Рука помощи. Балхашские пенсионеры продолжают получать хлеб бесплатно. Специальная мера поддержки стартовала еще в прошлом году и до сих пор не прекратила свое действие. Подробности у Жан Саимусиной. Добрые дела. В фирменных магазинах «Горячий хлеб» нового Балхашского хлебозавода появилась еще одна витрина. Вывеска над ней гласит – если вы нуждаетесь, можете взять хлеб бесплатно. Так руководство хлебокомбината помогает обеспечить незащищенные слои населения самым главным продуктом – хлебом. Перед пенсией, конечно, немножко сложности. Так что, если когда иногда возьмешь бесплатный хлеб, то это большое вам спасибо. По-моему, она больше помогает, конечно, нам, пенсионерам, и особенно у кого много детей. Доброе дело позволило многим балхашцам почувствовать чуткое внимание и заботу. Несмотря на кризис, данная мера поддержки будет находить свое продолжение. Государство хоть и отпустило цены на хлеб, мы относимся к этому с пониманием. Хорошо, что в магазинах нового хлебозавода появились витрины, где пенсионер может подойти и взять хлеб бесплатно. Очень хорошо, что витрина стоит отдельно и может подойти и самой взять хлеб. Это не унижает достоинства. Несмотря на кризис, хлебокомбинат не повышал цены. Качественный, высшего сорта хлеб. Он всегда мягкий, вкусный и очень питательный. Ассортимент хлебобулочных изделий на хлебозаводе «Балхашнан» постоянно расширяется. Сегодня в линейке более 85 наименований продукции. В отделе реализации заверяют, что продукция вся раскупается и остатков не бывает, что позволяет балхашцам получать всегда свежий хлеб. Жанса и Мусина, Думан Колобаев, специально для Казахстана Караганды. Латинская кухня. Сеть аптек «Кадар» пополнилась еще одной точкой. Магазин здоровья появился на улице Тампиева в центре города. Пришли за лекарствами, ушли с подарками. Под таким девизом прошло открытие аптеки. Первые 10 клиентов получили полезные призы. Эта точка стала десятой в составе команды «Кадар» и при этом одной из самых крупных. Принимать пациентов будут с 9 утра до 9 вечера, без перерывов и выходных. Это по многочисленным просьбам наших жителей. Потому что у нас в основном все аптеки немножко, так сказать, по периферии. А в центре в нашей аптеке нет. Учитывая то, что в наших аптеках ценные самые демократичные по городу. Плюс еще у нас практикуются уже многолетние скидки пенсионерам, участникам войны, ветеранам. Это в размере 10%. Живая память, сердец. Ровно 27 лет назад официально закончилась война в Афганистане. И как обычно, с этой датой ветеранов поздравляли в Политехническом колледже. 10 лет и почти 15 тысяч погибших, двое из которых – балхашцы. Вспоминали павших и выживших в театральной постановке. По сценарию не все, кто провожал, дождались своих сыновей, братьев и любимых. В прошлом году список вернувшихся балхашцев уменьшился на 4. Сейчас их около 65. Имена всех погибших навсегда вписаны в черную историю Афганистана. А с недавнего времени и в карту нашего города в 2015-м на набережной появилась аллея воинов-интернационалистов. Вы внесли свой достойный вклад в становление и развитие независимого Казахстана, честно и добросовестно исполняя свой гражданский долг. И сегодня в вашем лице мы видим наших партнеров. Прежде всего, в воспитании молодого поколения, воспитать в них чувство патриотизма, чувство долга, чувство ответственности. Поздравляли не только тех, кто подолгу стал воином-интернационалистом. В первых рядах были и ветераны Великой Отечественной – Петр Береговой и Хадент Утаев. Пожелание для всех и у всех одно – мир на небо над головой. В память об этом дне все боевые гости получили маленькие подарки. Наша задача – рассказать о своих боевых буднях, какую работу мы ведем с молодым подрастающим поколением. Потому что нужно передавать свой боевой опыт. Время очень неспокойное, и молодежь нуждается в наставниках. И наша задача – поставить их на правильный путь. Выходит гора, Россия с ума, но часто нам спится далекий Афган. Как будто мы там, где-то рядом душман. Куни свистят, но идет караван. Наш телеканал тоже поздравляет воинов-интернационалистов. Для них и вместе с ними мы подготовили специальный проект, который стартовал сегодня. Повтор вы можете увидеть завтра и послезавтра в 19.00. И к другим новостям. Юбилейный сезон. В 20-й раз в городе прошел ежегодный творческий конкурс «Жасканат». На сцене лучшие вокальные исполнители и ведущие. Принять участие могли все – от 18 до 22 лет. Но предварительный отбор прошли только 16 участников. Одна из счастливчиков – Гульзат Абиубекова, студентка первого курса Алматинского вуза, приехала специально, чтобы попробовать себя. Артисты исполняли две песни – одну патриотическую, другую на свое смотрение. Наша героиня выбрала лирическое произведение. Я учусь в Алмате. Когда узнала про конкурс, решила поучаствовать и специально приехала. Готовилась долго. Репетировала в школе поселка Шашубай и во дворце. Думаю, что выступила достойно. Но одного мнения конкурсантов мало. Выбор делала профессиональная жюри. Гран-при по вокалу и приз «Спринтер» достались работнику завода Ержану Серикпаеву. Первое место присудили студентки многопрофильного колледжа Эльзири Ускенбаевой, которая исполнила песни на казахском и английском языках. Она и лучший ведущий из медколледжа Жангильды Кенжибаев получили планшеты. И это не единственные награды. Тройку победителей теперь ждет областной конкурс творчества, который пройдет в марте. Аргументы и факты студенты политехнического колледжа стали призерами международных дебатов в столице. Вернувшись, они устраивают мастер-классы в родных стенах. Уровень интеллектуального конкурса с каждым годом падает все ниже, отмечают игроки слов. Дебатные клубы есть во всех колледжах города. Но они работают в старом формате – АПФ, когда во всех крупных городах аргументы и факты выставляют по британскому портфелю. Чтобы выйти на новый уровень, 27-28 февраля пройдет дебатный конкурс. Ожидается, что в нем примут участие 30 команд. На информационном фронте с 10-летним юбилеем Аким Города поздравил газету «Северное Прибалхашье». Вместе с пожеланиями главы города редакции доставили открытку из Национального Евразийского университета. Газета выходит два раза в неделю на русском языке. За 10 лет работы она стала обладателями премии «Алтын Сункар» Акима области. В 2008 году газета получила благодарственное письмо от Министерства информации и связи. А в прошлом году председатель сообщества журналистов Сейдказы Матаев присудил «Северному Прибалхашью» специальный приз. В отличие от других газет, совокупный тираж у нас 5000. Вообще число 10, оно очень магическое, наверное. Есть такой знаменитый репортаж «10 дней, которые потрясли мир». Конечно, мы не собираемся каждый день потрясать читателя, но стараемся собирать очень актуальные, оперативные, интересные новости. В «Мишень» отпраздновали юбилей газеты не только музыкально, но и спортивно. Балхашские журналисты соревновались не в меткости слов, а в меткости дротиков. В городской турнир по дартсу для работников СМИ заявились 10 участников. Причем как молодых, так и опытных акул пера. Наши корреспонденты тоже поучаствовали. И вот что из этого вышло. Целься плим. Тамара Григорьева в дартсе новичок. Ветеран журналистики больше 40 лет, трудилась с ручкой и бумагой. И с металлическим пером научилась управляться за несколько минут. В Северном Прибалхашье работала до пенсии. И на юбилей пришла просто поболеть за экс-коллег. Но на месте не усидела. И зрителя, репортер переквалифицировалась в участника. Я работаю в газете давно. В 70-е годы проводились областные соревнования среди журналистов. Я в них участвовала. Там и стрельба Бабына, там и шахматы и шашки. А сегодня Береке Галиевна в честь десятилетия Северного Прибалхашья дает старт новому виду соревнований. И пожелать участвовать не только в создании летописи города, но и в спортивной биографии Балхаша. На турнире журналисты из Северного Прибалхашья Балхаш Унире и Уркен Медиа соревновались в крикете – одной из дарс-игр. По правилам, участник должен с трех попыток попасть в двадцатку, потом закрыть все игровые номера до 15 и набрать наибольшее количество очков. Есть в мишени и бонусы – внешние кольца, попав в которые можно удвоить или утроить счет. Мы начали активно развивать дарс в прошлом году. Среди студентов уже есть хорошие игроки, которые выигрывали областные и республиканские соревнования. Среди школьников пока таких нет. Во всем мире это самый популярный вид спорта. Здесь не важно, сколько вам лет. Не нужно специальных навыков. И не требует больших затрат. Через два часа игры определились победители. Новичкам везет. Первое место в женском зачете заняла Тамара Григорьева. Среди мужчин лучшим стал журналист газеты «Балхаш Унире» Нурдос Карим. Наши журналисты тоже не ударили в грязь лицом. В копилке «Оркинмедиа» серебро и бронза. Виктория Буханцева, Схат Токбаев, «Оркинмедиа». Всему головам балхашская сборная по хоккею отстаивала честь города против карагандинской команды. Во главе местного состава сыграл сам Аким Александр Аглиуллин. А забивать шайбу противнику ему помогали крупные бизнесмены, ветераны спорта и даже студенты. Наша съемочная группа побывала среди болельщиков и расскажет, чем закончилась встреча. В команде БРТС каждый профессионал, но лишь в своей работе за ареной. В состав из любителей вошли студенты, предприниматели и лишь несколько работников спорта. Высокопоставленный чин Акима на хоккейном поле выдавал разве что только высокий рост. Равнялись все на номер 47. Соперники попались не слабые. Беркуты были и 20-летние, и 60-летние. Основная часть игроков – экс-профессионалы или же действующие хоккеисты. Они и открыли счет в первом тайме. Наша хоккейная команда уже существует где-то пару десятков лет. То есть команда со стажем. Участники нашей команды в основном ветераны карагандинского хоккея. Среди них есть бывшие игроки профессиональных команд, команды автомобилистов. Ну и также любители хоккея. Также в основном состав команды состоит из воспитанников хоккейной школы города Караганды. Итог трех периодов по 20 минут – счет 5,5. Чтобы определить истинного лидера арены, назначили буллет. Два очка заработали противники, два очка – балхашцы. Последнюю шайбу в ворота соперника отправил 47-й номер. Итог встречи – 7,7. Одна забьет, вторая ответит, одна забьет, вторая ответит. Закончилась игра в ничью. Ну как, я думаю, должно быть, как в товарищеских встречах. Ну и назначены были уже как типа показательные буллиты. Уже один на один с ротарем, уже показали мастерство в одиночке наши хоккеисты. Ну и тут также, конечно, обе команды проявили себя с наилучшей стороны. Удача была поочередно то на одной стороне, то на другой. Удача была и на третьей стороне. Болельщикам достались напитки и угощения за копейки. 5 тенге стоил чай, 10 тенге – булочки да пирожки. 10 тенге – пирожки, 10 тенге. Жан Саямусина, Илья Стокийбеков, Оркинмидия. На сегодня все. Завтра из-за материала наших журналистов вы узнаете о спортивных достижениях наших боксеров и борцов. Увидимся, как обычно, в 20.15. До свидания.